У нас 20 минут, очень быстро я постараюсь за этот короткий период рассказать вам, зачем нужен личный бренд, что это такое, рассказать вам, собственно, о способах продвижения, рассказать вам о чем-то, как его построить, потому что сейчас бренд – это причина для выбора, бренд – это то, что заставляет покупателя выбирать именно вас, бренд – это то, что позволяет нам экономить на продвижении, создании нового бизнеса, и бренд – это, пожалуй, наверное, то, из чего сейчас, на мой взгляд, существовать точно нельзя. Обо мне рассказали уже, и я не буду долго останавливаться. Есть, конечно же, как обычно, презентационный слайд, где написано чуть-чуть обо мне. У меня сейчас в управлении 36 компаний, которые создала я лично со своей командой. У нас оборот наших собственных компаний – 800 миллионов рублей, и я думаю, что мы на данный этап достигли довольно-таки много, и у меня есть чем поделиться и что вам рассказать. И самое главное, что все это мы сделали на своем личном бренде, и, пожалуй, это непосредственно к ключу. Зачем нам нужен личный бренд? Это очень важная история, потому что нужно себе где-то внутри ответить на вопрос, зачем личный бренд, для чего его строить, потому что, безусловно, это время, деньги, и вы должны понять, что личный бренд – это не такая история, которую вы запустили, и он сам себе развивается. Это такой же бизнес-проект, который вы начинаете, который должен в себя включать инвестиции, должен включать инвестиции как времени, так и денег. Так вот, личный бренд, он приносит деньги. Это очень банальная история, это понятно. Личный бренд позволяет качать себя, и очень важно, повторяюсь еще раз, что личный бренд позволяет нам с вами запускать абсолютно любой бизнес, которым бы вы хотели. Или, не знаю, вы занимаетесь ресторанами, и нам очень классно можно запустить, например, там рыбный магазин, и нам не нужно делать никаких усилий для того, чтобы людям рассказать, что это будет крутой и качественный проект. Я уже не говорю, если мы запускаем какой-то проект из нашей сферы хорика. Соответственно, я искренне считаю, что так как сейчас эра социальных сетей и очень много хейтеров, людей, которые стараются сделать что-то плохо, и в бизнесе, соответственно, я не знаю, как у вас, но у нас точно есть люди, которые стараются подложить нам палки в колеса. Соответственно, личный бренд – это то, что позволяет держаться на плаву, и точно вас будет сложнее обидеть, и это очень важная история. Доверие. Личный бренд вызывает доверие. Это очень понятно. Вы знакомый персонаж, вам люди доверяют, они купят у вас все, что угодно, все, что вы делаете, все, что вы рассказываете, какой инфу продукта, что сейчас находится на пике популярности. Соответственно, это самая важная, наверное, причина. Как я уже сказала, бренд – это причина для выбора, и для чего же, собственно, начать, с чего начать, и самое главное, как заставить любить, потому что сейчас очень популярно такое понятие, как лавмарка. И я лично душой очень болею за это понятие, потому что, на мой взгляд, бренд компании, бренд человека должен быть такой, чтобы вас люди любили. Когда вы переходите на базисный уровень чувств человека, любовь, и вы заставляете его именно испытывать такие дополнительные чувства к себе и к бренду, соответственно, это позволяет увеличивать ваши доходы, позволяет увеличивать доходы бренда, и это, пожалуй, наверное, цель – сделать так, чтобы ваш бренд любили. Итак, первое, самое простое, что мы делаем для того, чтобы создать личный бренд, мы, конечно же, выходим в социальные сети, и самое главное – вам быть чистыми, прозрачными и интересными. Вранье не интересно никому, и то, что вы будете придумывать, надумывать, уже очень легко читается, считывается и понимается. Люди хотят, чтобы вы были какой-то интересной личностью, а не просто пустышкой. И, конечно, людям очень важно, чтобы вы все-таки были чисты с точки зрения, наверное, миссии вашего бизнеса и миссии вашего личного бренда. Второе, на что нужно ответить для самой себя, потому что сейчас у меня идет курс наставничества, и я поняла, что у всех огромные проблемы у людей – ответить на вопрос «Кто ты? Про что ты? Зачем ты? Зачем вообще мне, например, как читателю, заходить вам в блог и читать вас?» Это очень важный вопрос, который вы должны ответить себе, причем без приукрас, то есть ответить честно, четко и понятно. Если там какой-то сценарий пустоты, то есть вы понимаете, что, собственно, рассказывать не о чем, то его необходимо настраивать и делать заново. Если там есть о чем читать, необходимо на этом сконцентрироваться. Далее. Мы должны определить свои сильные стороны, потому что, как у любого бизнес-проекта, у любого вообще человека, есть у нас негатив, есть плюсы. Они проявляются в каком-то визуальном характере, не знаю, может, кто-то плохо говорит, может быть, кто-то слишком чрезмерно, как я, например, сейчас руками в видео показывает вам разные жесты, может быть, кто-то, я не знаю, в чем-то не разбирается, может быть, вы там идете, опять же, в ресторан, но в чем-то вы не сильны в менеджменте, например, да, а вот готовить его очень круто. Поэтому мы с вами определяем сильные стороны, выписываем их на листочки и определяемся, что именно эти сильные стороны мы с вами будем качать. Дальше. Какую пользу ты приносишь мне? Это стратегия. Вы должны понять, что, и опять же, ответить себе на вопрос, что вы должны нести полезность для людей. Не бывает просто так, что вы создаете пустой блок, начинаете... Бывает, да. Можно постить картинки ноготы или котов, и это будет приносить определенную, естественно, эстетику людям в глаза. Но мы говорим сейчас о чуть-чуть другом продукте, о том, что мы с вами все должны нести определенную полезность. И эту полезность вы должны определить и простроить на этой полезности определенную стратегию. Дальше. Когда вы начинаете, собственно, развитие своего личного бренда, очень важно, чтобы вы проследили за выдачей поисковиков. То есть зайдите в Google, зайдите в Яндекс, забейте свою фамилию и посмотрите, что там вообще выходит, и выходит ли там что там. То есть если вы сейчас зайдете в Google и забьете там Мария Ракуса, там выйдет очень много профильных статей, там выйдет очень много видео и так далее. Это все обо мне. Это то, над чем необходимо работать, потому что вы должны быть в интернете, и люди должны понимать, что... То есть не будет такого, что раскачиваете личный бренд, а вы зашли там на Google, а вас вовсе нет, такого человека не существует. Соответственно, мы следим за этим обязательно. И очень важно, конечно же, с какой-то негативной стороны, потому что есть отзывы и прочие-прочие истории, на этом останавливаться не будут. Дальше очень важная история о том, что нам необходимо узнать рынок. Вы должны понимать, для кого вы продаете, для кого вы делаете свой личный бренд, для кого вы даете эту полезность, какая ваша целевая аудитория. Очень-очень банальный вопрос, конечно, про эту аудиторию, но он самый главный, и с этого необходимо начинать все. Вы не можете продавать всем все, вы должны продавать определенную целевую аудиторию, определенный продукт, инфопродукт, себя, то, что они хотят. И когда вы понимаете боли вашего рынка, боли вашей целевой аудитории, и когда вы любите этих людей, то есть работаете с ними, знаете абсолютно все, условно, грубо говоря, от веса и где они ходят, занимаются, что они хотят, вот тогда успех вашего личного бренда и бренда вашей компании однозначно на все 200 поднят в высоту. Второе. Мы создаем себе легенду. Все знают, что все очень любят легенду по типу «я был никем, я все построил сам, я вот торговал на рынке колбасой, а сейчас я суперкрутой ресторан, популярный по всей России, у меня, не знаю, франшизы во всем мире». Это то, что трогает людей, это то, что позволяет вызвать эмоции у них, это то, что позволяет им чувствовать себя как бы наравне. Легенда нужна. Легенда нужна не обязательно придуманная, конечно. При любом рассказе у каждого из нас есть какая-то история, которую вы прошли и благодаря которой вы находитесь сейчас в точке «Б». Поэтому легенду мы описываем, структурируем, осознаем. Выходим. Очень важно, что создание личного бренда невозможно только онлайн. Необходимо существовать где-то, если вы работаете... Ну, вот у меня, например, сейчас клиентка, она экстремалка, она ездит на снегоходах, на разной вот этой технике, и она, естественно, участвует в разных чемпионатах, она находится в этой тусовке. И, соответственно, вы когда работаете со своим личным брендом, вам необходимо появляться в мире, мир вас должен видеть. Вы должны быть где угодно и как можно больше везде, потому что люди должны с вами контактировать и набираться связей. И те же самые слухи должны рождаться о вас в хорошие, плохие, неважно какие. Но когда вас нет ни в мире интернета, ни в мире оффлайн, соответственно, очень тяжело создать о вас какую-то вообще картинку и о чем-то вообще говорить. Дальше. Придумайте себе имидж. Это очень важная история, которую, к сожалению, многие откладывают на потом. Очень банальный пример. Стив Джобс, Apple. Да, у него не было там огромного шкафа, но все точно знают, что он ходил в черных водолазках. Они были брендовые, которых было миллион, они висели все в шкафу, и джинсы, которые он менял постоянно, все было свеженькое и красивенькое, но, тем не менее, это имидж, который он себе создал. Он тем самым рассказывал людям, что есть гораздо более важные вещи, чем гардероб и вот эта вот трата времени на то, чтобы одеться. Это его стиль, это его миссия, это его ценности, которые он передавал через свой имидж. Имидж придумываем, создаем, прописываем. Это очень важная история. Дальше очень тоже важный шаг – решить креатор, куратор или коннектор вы. Креатор – это человек, который создает конкретно новый контент, которого не существует, то есть ту информацию, которую вы выдаете в блоге, ее, в принципе, нет. Она лично ваша, это какие-то, может быть, методики, это, не знаю, личные выдумки какие-то, они не основаны ни на чем. Куратор – это человек, который собирает очень много информации с разных источников интернета или где бы это ни было и, скажем так, превращает их в одну какую-то маленькую информацию и выдает их своей аудитории. И коннектор – это человек, который строит свой социальный бренд на том, что он, собственно, соединяет вас и конечного, я не знаю, кого угодно человека, то есть условно человека А, человека Б вместе, и у них проявляется связь, а он является просто определенным коннектором. То есть мы вообще все становимся равно. Вот вам необходимо решить, какая у вас социальная роль для того, чтобы, опять же, понять стратегию, контент-стратегию, маркетинговую стратегию развития вашего личного бренда. Дальше очень важный такой совет в массы – слушайте себя, не слушайте соседа, это очень важная история, и слушать своего ритма. О чем разговор? О том, что, особенно про социальные сети, все твердят, что необходимо выкладывать 8 сториз в день, 14 постов, 18 того, 16 того. Все классно, мы все понимаем, да, действительно, чем больше вы появляетесь в социальных сетях и везде, тем круче. Но если вы начинаете в социальных сетях выкладывать сториз каждый час божий, а это просто не идет в рамках вашей жизненной позиции никак, вам просто это тяжело делать, это очень видно, что это наигранное, что это не про вас, что эта история абсолютно не вашей личности. Люди это легко считывают, и получается, что, во-первых, контент не супер качественный, во-вторых, вы не очень интересны, и получается, все это выходит от слова «надо». Так вот, «надо» от слова «хочу» – жить собственным ритмом, собственной жизнью. Вот если вам комфортно выкладывать раз в три дня, значит, вы выкладываете какой-то крутой контент раз в три дня. Это вы, это вы человек. А если вы начинаете подстраиваться по тому, что это надо делать каждый день, выкладываете не понять, что, люди от вас будут отписываться, потому что им просто неинтересно, потому что контент некачественный, и эта вся история абсолютно не про вас. Дальше очень важная история – разобраться со словом «репутация», бренд-репутация. Репутация, она, как и бренд, конечно, компании, бренд человека, находится все-таки вне вашего контроля. Это не ваши слова, это не то, что вы можете прям взять и нитками контролировать. Это то, что говорят другие о вас. Вообще, в принципе, о личном бренде очень часто говорят такую вот присказку, скажем так, что это то, что у вас говорят, когда вы вышли из комнаты. Вот примерно об этом говорит репутация. Вот насколько ваша репутация хороша, когда вы вышли из комнаты, и про вас что-то люди говорят. Бренды, которым доверяют, бренды, которых любят, вот чего сейчас хочет аудитория именно сегодня. Людям не нужна вот эта вот набязчивость, не нужны какие-то пустые обещания. Люди хотят любить, и как бы это банально ни звучало, но они хотят любить на базе личного бренда и бренда вашей компании. Это то, к чему вам необходимо стремиться. Как мы продвигаем и с чего мы начинаем. Для кого еще раз определяемся, очень важно, наш с вами личный бренд и бренд нашей компании. Я еще раз сделала этот слайд, потому что, повторюсь, это просто безусловный базис, это суперважная история, понять, для кого мы продвигаем, что мы делаем, для кого мы эту информацию пушим и зачем мы это вообще выкладываем. Потому что если вы создаете бренд и не понимаете, для кого этот бренд будет пустышкой. Зачем? Не бывает такого, что я просто хочу создать личный бренд. Эта штука не работает. Если вы не понимаете, зачем вы этому миру, зачем вы выходите сейчас в социальные сети, написано, что слайда не видно, у всех не видно. Скажите, пожалуйста, у всех или не у всех. Так вот, зачем личный бренд потребителю? Зачем ему читать? Зачем ему... Почему-то у кого-то видно, у кого-то не видно. Это вопрос, наверное, не ко мне, организатору. Пожалуйста, решите этот вопрос. Так вот, зачем... Какая выгода для потребителя от потребления именно вашего бренда, вашего контента, вашей истории? Для какой цели вы создаете вот этот продукт? Это очень важная история на базе создания личного бренда. Дальше, мое любимое, это против какого конкурента вы работаете. Потому что я, конечно, люблю эту историю. Типа, у нас нет конкурентов, мы все классно, замечательно, мы первые на рынке. Но, ребят, конкуренты есть у всех. И сейчас, собственно, в веку таких технологий, вы понимаете, что конкуренты не только в вашем городе, конкуренты, а не по всей России, а, может быть, по всему миру, смотря в какой отрасли вы работаете. Поэтому конкуренты есть всегда, и конкурентов нужно знать. Нужно знать конкурентов, которые... Конкурентов, которые сильнее вас на голову, конкурентов, которые ниже вас. Вы должны понимать и быть постоянно в рынке, потому что конкуренты тоже работают. И тут мне задали вопрос, как уберечь скопирование. Сейчас там будет тоже слайд на эту тему. Мой любимый комментарий. Делайте... Когда делают все зип, делайте зак. О чем история? Я говорю, что когда все красят забор в красный цвет, покрасьте его белой. Когда все делают бургерный, сделайте чебуречную. Вот это то, пожалуй... Ну, это лично мое правило жизни, которое я транслирую всем всегда своим ученикам, и, соответственно, вам рассказала тоже. То есть еще раз. Когда все делают зип, мы все делаем зак, и тогда мы с вами на голову выше рынка и конкурентов. Выберите, пожалуйста, свой характер, выберите звучание. Это касается как личного бренда, так и бренда вашей компании. Он особенно бренды компании. Вы должны быть кем-то, вы не можете быть пустым человеком. Вы должны иметь какой-то характер. Вы дерзкая, вы веселая, вы суперумная, вы медлительная, вы нежная. Все это к мужчинам, соответственно, также может относиться. Обязательно необходимо выбрать свой тон-ов-вость, так называемый. То есть то, как вы отвечаете. Например, когда вам пишут какой-то плохой комментарий гневный в Инстаграме, вы реагируете на него, вы разжевываете человеку или его просто начинаете там блокировать, посылать, говорить какой-то негатив тоже ему. Это тоже все тон-ов-вость, он тоже работает у всех разный. Например, у группы Ленинград вы понимаете, да, что Шнуров отвечает всем очень дерзко, с тихами, с матами. Это его стиль, это его личный бренд. Он не может отвечать как, я не знаю, кто-нибудь там очень нежно, очень правильно с расстановкой знака пропинания. Он отвечает в своем стиле, со своим характером, со своим звучанием. Стратегия. Необходимо определение стратегии вашего личного бренда, то есть путей, по которым будет использоваться ресурсы организации для создания вашей ценности бренда. Это очень важная история, и нельзя вбухивать деньги в бренд, в бренд-компании без определения стратегии, без понимания того, куда вы вообще идете. Итак, стратегия включает в себя кратенько четыре этапа. Кто является целевой аудиторией, мы с вами это уже выяснили, да, какое обещание, какое предложение вы даете, то, что вы транслируете своей аудитории. Третье. Какое доказательство необходимо ей привести, чтобы показать, что это предложение чего-то стоит. Это самая дешевая история. Вот смотрите, купите, или там качество, да, например. Купите, мы вам вернем деньги, если там в течение года наша техника сломается. Вот об этом доказательстве идет речь. Какое конечное впечатление следует оставить покупателю? Например, там, опять же, техника Борг. Должно быть такое послевкусие приятное, что обладатель этой техники, это супер лакшери, это дорого, это классно, если я и обладаю, значит, я уже чего-то добился. Вот такое послевкусие, например, хочет оставить техника, господи, Борг. Но то же самое мы говорим с вами о уличном бренде. Когда с вами прокоммуницируют люди, что вы хотите услышать от них после консультации с вами, после урока с вами. Вот о чем говорит стратегия. И, собственно, о главном. Очень большая сила продвижения бренда состоит в том, чтобы взять целостно и ударить концентрированно и мощно. О чем? О том, что не нужно, пожалуйста, делать один баллер наружной рекламы за 5 тысяч рублей на центральной улице. Сидеть, ждать, а что же происходит? Почему никто не идет? И через полгода, ну, я еще таргет сделаю на 3 тысячи рублей, опять посидели полгода, подождали, блин, что-то опять не... Ну, я флэрочки раздам. Если у вас есть сейчас бюджет, там, неважно, это 150, 200, 300, мы берем и концентрированно, мощно бьем одним ударом в целевую аудиторию в определенный момент с определенным сообщением. Только тогда это работает. Не тяните, пожалуйста, бюджет. Это очень важная история. Мы стараемся его концентрировать, а не рассек... У меня уже заканчивается время, да? Я поняла. Да, Мария. Еще есть 5 минут или все, совсем нет? Совсем нет. Совсем нет. Я поняла. Ну, сэляви, как говорится, ребята. Я много рассказала, но еще много впереди, конечно, к сожалению. Мария, не расстраивайтесь. Я думаю, что сейчас все посмотрели и, наверное, подпишутся на вас и будут искать возможность как-то с вами пообщаться. И вот у нас остался небольшой вопрос, скорее всего, один. Давайте постараемся ответить на него. Нужно ли регистрировать личный бренд как товарный знак или не нужно? Можно или не нужно? Два разных вопроса. Если у вас, например, у меня фамилия Ракуса, я его, конечно, даже запатентовала, и у меня есть личный бренд, запатентованное имя Ракуса. А если вы, например, ну, тоже Иванов, тоже можно, но я думаю, что он уже, к сожалению, зарегистрирован. Нужно, классно, если есть возможность, если разрешает Роспатент, и у вас есть такая великолепная возможность, конечно, да, потому что мало ли что он в голову ударит, и потом вы решите делать со своим именем, открывать одежду, варить сыр, делать колбасу и что угодно. И это уже то, что будет вам приносить деньги однозначно. Мария, вот у меня вопрос по вашей теме. Есть ли у вас прогнозы на ближайшие пару-тройку лет? Какие каналы маркетинга будут востребованы больше всего? Да, я там сказала, к сожалению, позже, мы не успели, все это есть. Самое главное – бить концентрированно, самое главное – бить четко в целевую аудиторию, самое главное – прочувствовать боль нашей целевой аудитории, это то, сейчас, на чем надо играть. То есть суть не в том, что вы используете газету, наружную рекламу или таргет. Естественно, диджитал и таргет – это то, что сейчас впереди планеты всей, и, к сожалению, смысл забывать об этом не или к счастью, я не знаю. Да, естественно, социальные сети, социальная жизнь, интернет и контент рекламы, таргетинга рекламы – это то, что сейчас впереди планеты всей. Но, тем не менее, самое главное – это прочувствовать боль вашей аудитории, понять, кто она, и бить именно туда. И заставить, чтобы люди заставить, прям такое слово, чтобы они вас любили. Вот какая самая важная цель. Вот у меня еще один вопрос, позвольте, я вам задам, потому что про личный бренд вы говорили и про то, как продвигать его. Вот чтобы вы посоветовали, как начать этот личный бренд прямо сейчас и с чего начать? Прямо сейчас вы садитесь на бумажки, первой пишите 30 фактов о себе, достижения себе, которые сейчас можно прям конкретно переписать на листочек. Потом вы отвечаете себе на вопрос, кто ты, про что ты. И третий вопрос – это для чего ты хочешь сейчас это делать? Например, я Маша, у меня два диплома маркетолога, я там открыла 36 бизнесов. Кто я? Я, собственно, маркетолог, бизнесмен, ресторатор, и я хочу людям рассказывать о том, как классно и как могут девочки вести свой бизнес. И вторая моя позиция – это то, что я хочу рассказывать людям, что маркетинг – это круто, маркетинг – это сила, маркетинг – это слово маркет и рынок – это самая основа бизнеса, которая движет сейчас абсолютно всем. Вот такой посыл у меня, и абсолютно также должны рассказать вы про себя каждый на листочке. Вот с чего нужно начать. То есть начать, по крайней мере, с самых главных своих сильных моментов? А с определением себя все верно? Спрашивают еще. Последний вопрос давайте я все-таки задам, потому что есть время, оказывается. Хорошо. Скажите, пожалуйста, где найти записи, где вы рассказываете как раз про все это? У меня сейчас как раз идет курс наставничества. Можно написать мне в директ «Ракуса Мария» в Инстаграме, и мы там скинем вам ссылки, там все есть, все эти уроки по личному бренду. И чек-листы в частности. Чек-листом, я извиняюсь, тут просто есть вопросы, сразу отвечу. Чек-листом является то, что я сейчас все перечисляла, все, что мы делаем. Как выходить в социальные сети, что там делать, какие шаги, как отвечать, на какие вопросы отвечать. Это и есть чек-лист. То есть это при любом раскладе вы должны понимать, что никто вам волшебную таблеточку в рот не положит, и вы хопа не создали бизнес, который вам приносит 3 миллиарда рублей сегодня. Вы же понимаете, что это работа. Вот это те шаги, по которым нужно пройти, после которых, результаты которых, соответственно, и будет личный бренд. Продолжение следует...